Александрия снова собирает друзей. На берегу Днепра идут последние приготовления к масштабным гуляниям. На восьмом фестивале ожидают рекордное количество гостей свыше 100 тысяч. На месте события работает наша съемочная группа. Что сейчас происходит в Александрии, узнаем у нашего корреспондента Алексея Мартиненко. Алексей, так в чем особенность нынешнего праздника? Здравствуйте, коллеги! Александрия принимает седьмое по счету купалье. И с каждым годом здесь становится все интереснее, масштабнее и разнообразнее. И каждый год организаторы стараются замахнуться на какой-то новый рекорд. В 2015-м это был 50-метровый купальский пояс. В 2016-м здесь установили рекорд посещаемости. На праздник в Александрию приехали около 100 тысяч человек. А главная особенность этого года в том, что праздник стал по-настоящему международным. На берегу Днепра, который связывает три братских народа – белорусов, россиян и украинцев. На этот раз собрались артисты, музыканты и мастера искусств из Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Германии. Немецкий музыкант Тина Айсбреннер выступит с сольным концертом. Он, кстати, известен как ярый пацифист и участник антивоенных акций. Так что шоу обещает быть весьма актуальным. Впрочем, здесь представители каждой страны стараются познакомить гостей со своими обрядами и, конечно, угощают национальными блюдами. «Первый раз, очень все было, как сказать, все интересно и рады очень, потому что фестиваль очень большой. И слышали уже в Литве, в Вильнюсе, что такое проходит». «Приехали со Смоленского, очень нравится, уже четвертый год сюда приезжаем». «Праздничная, веселая атмосфера, хорошая, стране хорошее, детям нравится, поэтому ездим сюда постоянно». И Беларусь сегодня обязательно продемонстрирует всем, что такое настоящее купалье. Впервые здесь организуют познавательную квест-игру в поисках цветка папоротника. А специальный конкурс определит лучшего в изготовлении купальских венков. Развлечения на любой вкус, разнообразные игры для детей, а взрослые уже в предвкушении шоу парашютистов, которое начнется уже через несколько часов. Давайте послушаем, что говорят первые гости праздника. «Вы знаете, я бываю на многих фестивалях, здесь я чувствую, во-первых, свежий воздух, простор, какую-то радость. Поэтому я думаю, что это не последняя моя встреча с этим праздником». «Здесь, наверное, можно встретить новых друзей из разных стран, потому что здесь приезжают не только белорусы, поэтому новые друзья, новое знакомство». «Александрия, сбирая, сябро!» Центральным событием и, можно сказать, изюминкой проекта в этот раз станет международное эстрадно-цирковое шоу «Купалье шагает по планете», которое завершится масштабным парадом фейерверков и лазерным шоу. Ну а дальше в программе настоящий подарок для молодежи – этнодискотека с участием лучших диджеев страны, которое продлится до самого утра. Конечно, еще есть время для того, чтобы присоединиться к этому празднику. Все самое интересное, как всегда, начнется на закате солнца. Кстати, могилевчанам повезло чуть больше, чем остальным гостям праздника. Сегодня им не стоит переживать по поводу того, как добраться домой специально для удобства гостей. Было принято решение ночью продлить работу общественного транспорта. Коллеги, вам слово. Спасибо, Алексей. С открытия праздника в Александрии был наш корреспондент Алексей Мартиненок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова